доброго времени суток вы на канале дача лайф и у нас на повестке опять лепестковые диски старые бушные и как бы опять мы делаем из них чашку по дереву в прошлом ролике мы сделали такую чашечку вызвало много нареканий кто-то принял ее кто-то не принял в общем то как бы ролик информационную поэтому каждый волен поступать как хочет хотите использовать и хотите нет но один из наших комментаторов подсказал идею что в общем-то в данном диске лучше использовать не совсем такое расположение саморезов немножечко это все усовершенствовать использовать и в чем заключалась вот такой чертежик сделали предварительно да вы уже наверно поняли что суть была в том что саморезы располагать радиально по ходу вращения сделан был такой шаблончик размеры говорить не буду потому что диски могут быть разные мы сейчас будем работать вот этот 115 диск видите он уже съезженный конкретно из него мы будем чашку он выпуклый знаете диски бывают прямые детки бывают выпуклые как чашка вот это более интересно потому что он выпуклый и как бы обрабатывать поверхность будет чем-то так интереснее вот мы сделали такой шаблон то есть расчертили на 12 секторов вот 6 6 и 12 и круги по зоне там где есть наждачка остальную не советую использовать потому что наждачкой играет очень хорошую суть в креплении саморез который прокручен через наждачку без всякого клея без ничего он держится так что его просто оттуда не он не вылетит никогда в жизни при любых этих оборотах даже максимальных работах оборотах на наждаем на шлифмашинке работал и в общем-то ничего не вылетает но если мы их расположим радиально каждая эта волна будет во первых занимать всю площадь каждый саморез разгружать спиндель и при этом стружка в общем то предполагается что она должна вылетать наружу и тоже не застревать нигде ничего в общем то делается все просто то есть толщина самореза три с половиной значит через три миллиметра мы делаем круги и вот у нас получается было 12 саморезов стало 36 может быть 30 используем сейчас посмотрим то есть я сейчас этот шаблончик берем мы просто вырезаем вот вырезали мы шаблон дальше уже поступайте как хотите но суть в том что это все надо вот сюда разместить можно на двухсторонний скотч можно приклеить я поскольку с деревом работаю то ваш всегда есть у нас я его просто приклеим туда у нас не денется поэтому мы его сюда закрепим закрепили можете сушить можете не сушить разница вообще никакой нет шаблон удаляет не удалять он вообще не помешает дальше уже по старой истории берем саморезики шуруповерт вот направление движения еще раз чтобы не ошибиться смотреть и начинаем гонять наших саморезики так 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 вот получилось и такой диск видите то есть радиальное расхождение идет каждого вот вращаться будет в эту сторону и я думаю что будет он работать еще лучше чем предыдущий как бы попробуем поработать может быть потом еще саморезы укоротим спилим на наждаке ну как бы нет может и нет посмотрим сейчас мы его поставим на болгарку и испытаем на какой-нибудь древесине как он снимает и и и и и и и и и вот у нас яблонка такая вот на ней попробуем испытать диск на максимальных оборотах не будем и и и и и у А и Проверяем все саморезы на месте. Никто не шатается абсолютно. Все идеально. К тому же, что у нас произошло? Вот он у нас сменек. Не знаю, видно вам, не видно. Но частота обработки стала просто и вообще великолепна. Болгарка вообще не вырывает из рук. Идет отличный съем материала, хорошая частота. Думал саморезы укоротить. Не стоит. Пускай остается так. То есть данный диск, видите, сколько ему выбрали. Вот и яблоня, в принципе, довольно-таки она такая твердая. Древеседа. Поэтому будем работать. Я считаю, что диск усовершенствовался. Вот еще раз посмотрите, видите. Образует поскольку радиальная. Сейчас стружка отлетает. Видите, рядом ничего у нас, никакой стружки ничего не осталось. Все улетело. И, в общем-то, замечательно. Поэтому смотрим, обсуждаем, подписываемся. Не забываем ставить лайки. Может, у кого-то еще что-то, какие-то варианты возникнут. Какие-то хорошие комментарии. Может, что-то можно усовершенствовать. Тот же Олег Казьмин предложил, что при вкручивании саморезов может быть туда капнуть суперклея. Я думаю, может, эпоксидные смолы. Но дело в том, что сама наждачная бумага настолько является гровером для этих саморезов, что они просто вообще никогда вылететь не могут. Ну, естественно, что если вы будете пользоваться таким диском, соблюдаете технику безопасности. То есть перчатки, все думаете, что вы делаете. Этот диск уже намного лучше того. Тот как бы был начальный. Там получалось, что все саморезы идут по кругу. И они просто выгрызают древесину не очень чисто. Эти работают чисто. Диск, то есть он, в принципе, работает как алмазная чашка, которая, в общем-то, стоит денег. А этот мы используем, в общем-то, вторичку. Поэтому их очень много. Кому понравилось, подписываемся еще раз. Ставим лайки. Будем что-то придумывать. До новых встреч. Пишите комментарии. До свидания. До новых встреч. Убираем с декорацией.